Всем привет, это IT News, новости из мира высоких технологий. С вами Диас Аркинов, поехали! Сгадки этого вопроса. Несмотря на то, что новые частицы обнаружены не были, исследователи существенно ужесточили критерии поиска, что является значимым прогрессом. Брэд – это недорогая и компактная установка, работающая при комнатной температуре, что делает ее идеальной для исследований. Она ориентирована на поиск двух гипотетических кандидатов в темную материю – темных фотонов и аксионов. Первые испытания направлены на темные фотоны, для поиска которых установка использует уникальную коаксинальную рупорную антенну. Эта антенна ловит сигналы, которые могли бы быть преобразованы из темных фотонов в обычные, делая Брэд, по сути, радио для темной материи. Хотя первый эксперимент не выявил темные фотоны, он помог ученым поставить самые строгие на сегодняшний день ограничения на их характеристики, продвигая науку вперед в попытках понять, из чего же состоит наша Вселенная. SpaceX достигла важного этапа в своей космической программе, перевезя на стартовую площадку космодрома Starbase в Южном Техасе первую ступень своей мегаракеты Starship, оснащенную 33-мя двигателями Raptor. Этот шаг отмечает начало подготовки к предстоящему испытательному полету в начале мая, который включает в себя статическое огневое испытание – ключевой тест, при котором двигатели будут запущены на несколько секунд при закрепленной на месте ракете. Это событие обещает начать новую главу в программе Starship, направленную на создание многоразового космического аппарата для исследования Марса. Предыдущие запуски Starship показали постепенное улучшение. Первый шаг прерван через 4 минуты, второй через 8, а последний длился почти 50 минут и показал успешную работу грузового отсека в условиях космоса, хотя и завершился разрушением при входе в атмосферу. Эти испытания подчеркивают трудности на пути к созданию полностью многоразовых космических аппаратов, однако каждый шаг вперед приближает SpaceX к осуществлению своей космической мечты. Корпорация Alphabet, владелец Google, намеревается исследовать возможность приобретения разработчика программного обеспечения HubSpot, чья капитализация превышает 30 миллиардов долларов. Эта информация появилась на фоне недавних встреч руководства Alphabet с инвестиционными банкирами из Morgan Stanley для обсуждения потенциальной сделки, включая размер возможного предложения и вероятность одобрения транзакций регуляторами. HubSpot – американская компания, основанная в 2006 году, и занимается разработкой программного обеспечения для отделов маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. В ассортименте продуктов HubSpot присутствуют системы управления взаимоотношения с клиентами, решения для автоматизации маркетинга, инструмент для поисковой оптимизации и управления контентом. По данным источников Reuters, в случае успешного завершения, эта покупка станет самой крупной в истории Alphabet. Однако, как указывают и Reuters, и Bloomberg, из-за повышенного внимания крупнотехнологическим компаниям со стороны антимонопольных органов, ситуация с этой сделкой может быть нетипичной. Среди аргументов в пользу сделки предполагается, что приобретение HubSpot позволит Alphabet усилить конкуренцию на рынке продуктов для маркетинга и продаж, предложив альтернативу доминирующим на этом рынке компаниям, таким как Salesforce, Oracle и Microsoft. Это были все новости IT News. Всего доброго, берегите себя.